Потом, через пять-три года, ходил я в Иерусалим, видится, с Петром, и пробыл у него дней 15. Вторая глава с первого стиха. Потом, через 14 лет, опять ходил в Иерусалим. И два одиннадцать. Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он стал стоить и устранять, опасаясь обрезанных. И с ними лицемерило Варнава, когда я увидел, что они не прямо поступают по их евангельской. Тот сказал Петру, при всех. И далее говорится о чем? Сегодня день Петра и Павла называют. Два апостола умерли, то есть были умерщвлены в этот день. В действительности они были казнены в разные года. Так, сейчас Петра решила, что они вместе отмечают этот день. И вот сколько возникает вопросов. По возрасту они одинаково были или нет? Ни один богослов не может ответить. Ну, рисует одинаково, два рога, Павел с большой высиной, с плечью и все такое же. Павел почему-то выше, хотя по Павел переводится малый. Согласно имени его он должен быть как бы ниже. Но, видимо, качество душевное человек склонен переносить на телесное. Если о том послышать, что выдающийся, то думают, какой это богатырь. А когда встретятся и говорят, а я-то ожидал там такой здоровый мужчина, он совсем маленький. Как о Сузору и говорили. Суть-то, что мы не знаем про Павла даже, был ли он женатый. В момент, когда он писал, разве мы не имеем права, то здесь два варианта проигрывают, Божеслову. Что он здоровец был. Но для нас не это важно. Главное его отношение к браку. Я скорблю, мне вас жаль, которые женятся. У вас будут большие печали. Вот это он хорошо понимал. И жалел женатых. Но не запрещал. То есть он прошел по золотой середине. Мы не знаем. В конечном счете, перед Богом, которое сегодня там место занимает, но Церковь приняла. И так верится, что они среди апостолов горфовные. Мало того, называют даже и первогорфовные. Об этом тоже надо будет поговорить. В Библии вообще этих слов нет. А если есть, однажды встречается слово горфовное, то только о морской власти. И по всей вероятности это имя, или, так сказать, звание присвоено было католической церковью. То есть там это быстро произошло сращение свежской властью, до разделения задолго еще, до 1054 года. Какая была эпатия у Петра? Он был у обрезанных, а мне был верен в гортуне обрезанных. И Павел предложил, как я подбежаюсь, правильно или нет. И они ничего на него не возложили. То есть он, Петр, занимал примерно 0,1% Вселенной. А пока все остальные 99,9%. Почему? Для не обрезанных, для изыщиков. А сколько изыщиков? Вы сами решите. Сегодня 6 миллиардов. А Юрия 13 миллионов. Вот и все. Статистика-то примерно такая. Она была, может быть, в таком же самом отношении. Значит, эпатии были довольно разные. И поэтому, когда Павел говорит, я более всех потрудился, то Павел упирает на доказательства своего апостольства и то, что он имеет право так разговаривать, на свои труды. Петр упирает на мистику, почему иудеи требуют чудес. В нем иудейства было очень много в Петре. И когда он хочет доказать, что Бог позволил ему работать с языческим, он ссылается на полотно, с неба было видение. А никто его не видел. Поэтому Петру легко могли не поверить. А в Павла легко было проверить. Я более в опасностях. Более, более, более. Петр пишет два послания. Называется «Соборная». То есть никому конкретно, а в сей церкви. Кто их считал, мы не знаем. Павел пишет конкретно. Господь священ в римской церкви, к евреям. Мы не знаем, сколько посланий написал Петр. Нигде не упоминается. Но два есть, это точно. Сколько написал Петр, мы тоже не знаем. Знаем, сохранилось 14. Но вот и в посланиях еще упоминается о двух посланиях. О первом корейцем, которое было утеряно. А второй стал называться первым. И послание Флади Кийца. Как они относились при жизни друг к другу? Думаю, мои мысли такие, что апостол Петр был все-таки очень известен. Он первый стал в храме, стал говорить. Через него как раз люди услышали о Христе. Дух Святой тогда сошел в день Пятидесятницы. И поэтому, когда наступила эра гонения, то никак сам не мог не слышать об имени Петра. Всегда вы знаете, кто это? Ну, это восстание Антонова. Ясно про Антонова знает. Там вовшина. Где бы не было, каким именем называется это движение? А первое-то христиан называли Назареем. Ясно, что это все увязывалось Назареем с именем Иисуса Христа. И с первоапостолами. Какие были? Вот что мы читаем. В втором послании Петра, 3 глава 15 стих. Думаю, что и Петр слышал, и даже больше слышал о Савле, когда еще тот не обратился. Почему? А мы внимательно слышим, какое где гонение, кто его воздвиг, как приближается опасность. Петр-то был совершенно неграмотный рыбак. Что он там знал? Он знал только из закона на обыденном уровне. Мы ниоткуда не узнаем, что он учился, был родином. Он был рыбак. А Саул, это ученыйший человек. Историки находят, что у него учителем был Гамалиил, а у Гамалиила Гиллель. Один из самых известных ученых Израиля. Школа Гиллеля называлась. И Паул это как раз выносит на рассмотрение людям. Как вы можете не доверять мне? Мы тоже об этом поговорим. Но наступил момент, когда их пути сошлись. Если тот обратился прямо через Господа, то апостол Павел, вначале был Саул, он встречается с Господом на пути в домах. И потом доказательство того, что он тоже избран, говорит, разве я не у Господа, и приводит это в доказательство. Петр доказывает, как правило, тем, что почти никто не знает. Мы слышали дальше от телевесной славы его на горе-фагоре. Павел не был таким посолистым. И он все время ссылался на страдания, на гонения, на удары, на темницу. Я более всех потрудился. У меня стечение народа. Ну и у Петра было стечение народа. Ну и ясное дело, что не в равной степени. Один еврейский народ и вся вселенная. Но перед Богом каждому вымерена особая епархия своя. Второе послание Петра 3.15. Он говорит, брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал. О чем он написал? В которых есть нечто неувразумительное во всех посланиях. Которые люди, некоторые, превращают в собственные погибели. Петр ссылается на послания во множественном числе Павла. Сколько их было? Может быть двадцать. Может быть он их все знал? Мы не знаем. Но он их всех признал. И признал, что у Павла есть такое, чего у него нет. Неудобно-возумительное. И непонятное. Но все это необходимо. Но Петр писал иногда о том, что и Павел не писал. А вот за что Петр писал, тут и хватились все. Он говорит о забродном мире, где находится душа умерших. И что им было проповедано там, в преисподней, когда Христов умер, умер, а душа его вышла и сходила в преисподние места земли. Для того и мертвым было благодетствуемо 1 Петра 4.6. И 3.18. Некогда непокорно маждашим Божьего благотерпения. И садясь и миссию проповедовал. Откуда Петр знал? Опять же откровение, мистика. И думает, что Павел это принял. Но было ли ему открыто, мы тоже не знаем. Но церковь приняла послание того и другого, в равной степени вела и в канон. Галатам Павел пишет 1.23. Только слышали они, что гнавшие их некогда, ныне благовествуют верою, которую прежде истреблял. Чем он проставился? То, что он благовествует веру. А вращение стало сегодня буквально неповставимое. А стоит понять, что у нас мысли сегодня не апостольские. Спроси, какой русский самый святой? Любовь бабушка опять. Царь Финфоровский. Все знают. Алиспатически это все искусственно было. И даже ни один архиерей не голосовал, ни садима в руку за его канонизацию. Потом это все сделали. А спроси, кто такой Макарий Алтайский? Да и Центр России-то никто и не знает. А это настоящий апостол. Он 475 души прикрестил и изучил язык горно-алтайцев. Ну ты можешь спросить даже Центр России. Скажите, кто знает, где храмы стоящие и на Кенте, митрополита Московского или Еминова? Ну спроси, у него бабушка, даже ни одна не знает. Не то, что тысяча, в миллион раз меньше его авторитет. Но он весь в север охватил. Это настоящий апостол в России был. Которому равных не было. Значит, явно, что мы уже движены неапостольскими мыслями. Вот апостол Павел, его время надо сразу вычислил. Передал привет ему. И мы здесь должны всегда делать поправку. Мы православные принимаем все как есть. Но для себя должны сказать. Апостольские мысли были далеко не такие, как у нас. И Павел говорит, что Господь избрал меня для того, чтобы я благодествовал веру. Не чудеса творю, не крестить меня Бог не послал, но благодествовал веру всей вселенной. Вот кто носит имя Павла-то. Расскажите им, что это такое? Кому ты должен подражать? Итак, читаем в Священном Писании. Вот я решил узнать, сколько раз упоминается в Новом Завете имя Петр и Павел. Ну, раз они равны. Действительно, почти одинаково. Петр всюду встречается в Евангелии. Дальше на страницах исчезает. Почти несколько лет конкретится. Но в общей сложности Петр встречается 159 раз. А Павел 161. Все только на два раза. Но и в этом тоже что-то есть. То есть, эти великие, величайшие светила в церкви, избранные Богом. И когда писали послание, раздевангелисты упоминали имена, это они не думали, что будет когда-то произведен подсчет. И вот эту цифру я могу сегодня назвать, здесь потеряется. В первом послании Петра, 2 глава 13 стих. Он говорит так, будьте покорны царю, как верховные власти. Вот единственный раз слово верховный встречается в Библии. Какой? Мирской власти верховной. А у ворочих нигде не встречается. И то, что апостолы верховные, что Петру, как католики говорят, все апостолы покорялись, это просто католический бред. Это со мной все абсолютно святые отцы. Нигде этого нет. Если на камне Петра, на исповедании Златоуц говорит, ты Христос, ты долго живу, на этом исповедании строится наше упование и церковь. А не так, чтобы все теперь папе римскому под туплю шли. Нет этого. Тем более первоверховные. А католики все это взяли. Верховный фальтик, первоверховный апостол, это римский папа. Нет этого расписания слова. Один раз, вот я говорю, мирская гласть. Это как раз против них. Апостол Христов. Ра Божий. Вот это есть. Другие слова не встречаем. Послание к Ривенам, 3 глава, 2 стих. Павел говорит о том, что он происходит из колена Лениаминова. И далее говорит обо всем еврейском народе. А он неудей. И он, значит, этими преимуществами обладал перед нами, перед русскими. Великое преимущество во тех отношениях быть евреем. А наипасе в том, что им верено слово Божие. Пехар был еврей, чистофородный. Такой же Павел. Им верено было слово Божие. И больше Павел не говорит что-то, а дальше верено распространять это слово Божие. Проподелять слово Божие. Благовестить слово Божие. Вы хотите быть этим преимуществом перед теми людьми, где вы живете? В соседе, в селе, здесь, в городе эти. Скажи, я христианин. И мне верена Библия. И верено право благовестствовать. Проповедовать. Говорить. Вот тогда действительно мы почти апостолы. Их и садили не за то, что они верили. А за то, что они распространяли дело. За то, что они свидетельствовали. Что они любили Христа. Что мы свободно несли до уголков Вселенной. Надо осознать, насколько мы все нехорошие. Какие мы худые, говорит Златоуст. Если больше половины города верующие, а остальных никого не можем обратить. Как в претене на том, что из Кашкина и подромы тянутся. Апостолы всего лишь одиннадцать были, заквасили весь мир. Учитель заквасивает окружающую среду. Все. Слово Божие. Нечебесами. Не расскажем о том, как паломнические группы ходили. Как крестные ходы совершали. Павел нигде про это не говорит. Галактика 2 глава 2 стих. Но увидят все апостолы. Что мне верено благовестие для необрезанных. Как Петру для обрезанных. Они протянули руку общения. Что в нас увидят сегодня еритики, католики. Увидят ли нас то, что увидели апостолы в апостоле Павле. Что бы нам руку протянули, а мы сказали и подправили. Показали. В чем смысл. Апостол Павел постоянно напоминает, что он ревнитель закона, как все были. Что они тщательно соблюдали отечественный закон. Я в прошлый раз в проповеди сказал о скалейках. Я не сказал еще. Скалейки у еретиков, у католиков. И они против. Пусть пол храма будет скалейки. Но ни у кого в скалейке не стоят вдох храма. Только поперек. Маленький мальчик сидит на 3 метра дальше девочек. И всю сумму сидит и рассматривает. Мы же у нас ничего не видим. Тщательно наставили, не отвернёшь лицо от алтаря, где совершается божественное жертвоприношение. Чтобы никогда больше этого не было. Стали только в каком направлении скалейки. Задить им бактистам, казинтистам, католикам. Да, не скалейки. Но скалейки не стоят вдох храма. Почему? Они лицом направлены к проповеднику. А он сидит развернулся, а у нас он смотрит на двери на выходные. Вы для себя просто это возьмите. Ковосыну. 1.25 Чтобы я, Павел говорит, по милости Божией, садялся служителем домостроительства Божьего, верного мне для вас, чтобы исполнить Слово Божие. Исполнить Слово Божие – это центральное назначение апостола Павла. Что Слово Божие говорило о пришествии Сына Божия. И он пришел для незнающихся, я говорю, что евреи, для евреев проповедуют несколько не так, как мы для русских. Я прочитал однажды, как уверовавший еврей был в другой стране. А теперь вернулся в Иерусалим. Он буквально каждого еврея хватает, и спрос мой, ты еврей, еврей, ты пришел, не сел, обещанный нашими отцами Аврааму и Сааку Якову, Моисею. Не просто не сел, нашему народу, это Божь нашего народа, ты его не принял, ты кого ждешь. Он уже пришел. Вот еще что у них самое главное. И все время это разговаривает в этом вопросе намного легче. У них Писание в руках. Это не мусульмане, у которых нет Писания нашего. Верусалим Кисом 2,4. Бог удостоил нас того, чтобы мы благовествовали Иисуса Христа и говорили, угождая не человеком, а Богу. Трудное дело, чтобы сегодня не ориентироваться ни на священника, ни на архиерея, ни на стенос, ни на патриарха, а прямо по Евангелию проповедовать. Я занимался долгое время с одним баптистом, который все принял, но остался баптистом. Он проповедил. Я говорю, почему ты в своем не говоришь, что у них неправильный ответ обучения о пришествии Христа на них кто не примет? Я снова спрашиваю, прошло время, проповедаешь по правде? Нет, я эту тему просто отхожу и все. Да как они меня сразу исключат? Да зачем ты такой нужен? Пусть это моя последняя будет проповедь, пусть она оборона будет на средине, но зато я перед Богом, представь, скажу, Господи, я до конца был верен Тебе. Вот поэтому-то я призываю все время, послаживайте Бога за то, что Бог с нами сделал. Что у нас, и то, что вы слышали, это было не под контролем человека. Я спрашиваю, что все на Слово Божие. В 2-м послании Тимофея 3.14 Павел говорит, ты пребывал в том, чему научен, и что тебе верено, зная, кем ты научен. Вообще вопрос очень большой, кем он научен? Тот или Павел? Ты проповедишь Слово Божие, зная, кем ты научен. Вы подойдите сегодня к любому православному и скажите, ты хочешь о Христе говорить? Да. Про Павел и как ты был, кем научен? Он не знает, кем правильно был научен. А не Бог говорит о мироточивых иконах, о сведоточивых, о чудесах, о бедениях. А мы же говорим о Христе, что Христос возлюбил мир. Сошел на землю, скоро будет судить этот грешный мир. Пришествие приближается. События мира показывают, времени осталось очень мало. Итак, уничтожайте друг друга. Второе Тимофея. Он пишет так. И титул 1.3. В свое время явил Господь свое Слово в проповеди, вверенные мне по благоизвыванию. Слово Божие мне Бог уверен, я его не сам взял. На Библии ты заснешь, скучная книга покажется. А когда Бог тебе ее открывает, у тебя огнем бывают страницы. Ты за каждой строчкой будешь видеть чудо Божие. И в Откровении 2.10 читаем. Не бойся ничего, что тебе надо, будешь претерпеть. Вот дьявол будете вергать из среды, вас в темницу будете иметь скорбь. Думаю, что эти строки Иоанн написал после смерти, после казни Павла, может быть, лет через 25-30. Они не знали, но они поступили точно по Откровению 2.10. Ничего они не боялись. Они свидетельствовали, претерпели темницу. И не нам решать, что из них важнее. Насколько Петр выше Матфея или Варфоломея. Таких вопросов никогда не ставили апостолы. Нас всех они объединяли. Брат Павел, Павел. Поэтому сегодня, отмечая память великих апостолов, мы будем молять Богу, чтобы дух ревности их коснулся не только нас, но и всей церкви. И тогда объединение с ревностями будет поистине божественным. Чтобы не случилось так, что мы объединены, потому что мы одинаковым мыслям, хотя все в заблуждении. Итак, дорогие наши братья, Петр и Павел, молите Богу о нас, чтобы дух ревности, дух любви ко Христу был встега в нас, и мы достигли обещанной пристани, где находитесь вы ныне. Аминь.